Тактические действия играют важную роль в баскетболе. Одним из самых важных тактических действий в баскетболе является заслон. Заслон – прием, при котором игрок закрывает корпусом соперника для того, чтобы создать проход для партнера по команде. Заслон является элементом нападения и очень часто используется в игре. С помощью заслона игрок блокирует соперника, таким образом давая партнеру по команде с мячом пройти в необходимом направлении. Рассмотрим технику выполнения заслона. Поскольку заслон – техника нападения, игрок, выполняющий заслон, является нападающим. Предположим, что игрок с мячом не может подойти к корзине, поскольку его блокирует защитник. Тогда его партнер по команде встает так, чтобы отгородить защитнику направление, в котором будет прорываться игрок с мячом. Благодаря заслону игрок с мячом продвигается вперед, поскольку защитник вынужден обходить нападающего длинным путем. В игре применяются разные виды заслонов – передний, задний и боковой, в зависимости от того, в каком месте относительно защитника находится нападающий, выполняющий заслон. Передний заслон ставится перед защитником, боковой и задний заслон – сбоку или сзади от защитника. Также заслоны различаются по тому, в каком положении находится нападающий – лицом к защитнику или спиной. Для выполнения грамотного заслона нужно выполнять следующие действия. Заслоны всегда ставятся неожиданно, иначе они не будут эффективны. Заслоны стоит ставить, предварительно согласовав с партнерами по команде, например, визуально. Игрок, которого пропускают вперед заслоном, должен отвлечь внимание защитника, якобы пытаясь продвигаться в другую сторону, чтобы партнеры смогли поставить заслон. Ставить заслон нужно как можно ближе к защитнику, необходимо быть готовым к жесткому сопротивлению. Игроку с мячом необходимо проходить только после постановки надежного заслона, чтобы не допустить потерю мяча. Рассмотрим заслон, выполняемый при взаимодействии двух игроков. Также он называется двойка. Для выполнения взаимодействия один игрок должен передать мяч другому и быстро поставить для него заслон. Игрок с мячом совершает проход, например, используя вышагивание, и выполняет безопасный бросок в кольцо. Игрок, который поставил заслон, должен удерживать защитника и для помощи партнеру повернуться спиной к защитнику, если заслон выполнялся лицом вперед. Заслон – эффективные приемы при движении. Например, при параллельном движении напарника и защитника можно выполнять заслон, располагаясь между ними. Заслон в движении называется экран. Рассмотрим заслон наведения. Он получил такое название, поскольку заслон требует установить игрок, атакуемый защитником. То есть игрок некоторыми маневрами, взглядом и обманными движениями показывает партнеру по команде, что необходим заслон. Еще одна разновидность заслона – это пересечение. Суть пересечения в том, что нападающие намеренно пробегают навстречу друг другу, чтобы сбить с толку или столкнуть защитников и продолжить атаку. Необходимо упомянуть возможные ошибки при выполнении заслона. Нельзя придерживать соперника руками. Игроку с мячом, для которого ставят заслон, нельзя проходить до того, как заслон будет надежно поставлен. Неверное место для заслона. Для обучения выполнения заслона следует выполнить следующее упражнение. Выбрать водящего игрока. Остальные игроки встают в круг по парам лицом друг к другу, каждая пара – защитник и нападающий. Водящий выбирает любую пару игроков и ставит заслон защитнику. Нападающий должен пробежать заслон и поставить заслон другой паре. Занимающиеся выстраиваются в две колонны на расстоянии 6-7 метров от кольца. Впереди одной колонны стоит защитник. Впереди другой колонны игрок с мячом. Второй игрок выполняет передачу первому и ставит заслон защитнику. Первый игрок проходит заслон, проводит мяч к кольцу и забрасывает в корзину. Далее второй игрок заменяет защитника и игра продолжается.